В целом в ряде стран сегодня наблюдается тенденция. В их политической жизни участвует всё больше женщин. Надо признать, что всё-таки такие женщины есть. Сильные, трудолюбивые, стремящиеся к самой вершине, но в то же время не теряющие своей женственность и привлекательность. Сегодня мы посмотрим фотоальбом и пролистаем страницы жизни заместителя председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Ольги Валерьевны Балаткиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Рада вас видеть. Я вижу, вы пришли с большим количеством фотографий. С какой фотографией мы начнём нашу беседу? Анечка, ну конечно же, да, как и любой человек, мне бы хотелось начать свою фотографию с тех основ, что является основой и для моего становления, для меня прежде всего, и как человека, и как женщины. Это с моего рода. Отлично. Я принадлежу к достаточно древнему роду, роду Белонидских беруля, и, соответственно, являюсь одной из младших потомков этого древнейшего рода, который внёс достаточно большой вклад, в том числе и в развитие Якутии. Как интересно. Да, в начале прошлого века, ну практически сто лет назад. А прадед Ольги Валерьевны был человеком непростым. Вячеслав Викентьевич Белонидский-Бирюля, можно сказать, был первым министром финансов Якутии. О нём упоминается в записях Платона Аюнского, как о человеке, который активно работал над созданием нового финансового органа Якутии. Именно Платон Алексеевич 30 мая 1922 года назначил его наркомом финансов. У Вячеслава Викентьевича была большая семья, 12 детей. Один из сыновей, родной дед моей героини. Викентьев Вячеславович тоже оставил след в истории. Это тот человек, который в числе первых прокладывал линии связи в Якутии. Дедушка сыграл очень важную роль в воспитании Ольги Валерьевны. Именно благодаря ему она научилась прежде думать, чем принимать скороспешные решения. Это основной задачей, когда съезжали все внуки. Дед собирал всех. А, соответственно, была задача у внуков воспитать правильный почерк. У меня было ощущение, что я за детство переписала вообще громадное количество детских книжек от 12 месяцев, заканчивая капитаном Гранта. А потом уже, когда он стал чуть постарше, и вообще детей постарше, он стал допускать до умения играть, соответственно, в тысячу в начале. Ну, а потом в более серьезные игральные карты. Но воспитался в большей степени не азарт, а иногда даже в политике. Берешь руку, переворачиваешь и думаешь, у меня такие карты. На других смотришь и думаешь, какие же у вас карты. Умение вычислять, умение предугадывать. Умение вычислять и предугадывать всегда было безусловно. То есть математические расчеты. Да, конечно же, математические расчеты. И неудивительно, что его дети, в том числе моя мама, закончила совершенно мужскую специальность. Она закончила Красноярский институт цветных металлов. По специальности горный обогатитель. Независимо от того, что в их семье были все связистами. Тем не менее, она стала горным обогатителем. И вот, получается, в 1968 году в Нижнем Коронахе на строительстве золотоизвлекательной фабрики она познакомилась с моим папой. Совершенно тоже потрясающий папа был. Он, конечно, как же... А где это? А вот. Вот, да? Да, вот это... Я сразу увидела, потому что вы похожа на отца. Да, я похожа на отца. Очень сильно похожа на отца. Я поэтому считаюсь очень счастливой женщиной. И я всегда, когда приезжаю на ЗИФ, естественно, встречаемся с рабочими, разговариваем. И я всегда смотрю и понимаю, что там есть непосредственно вклад, в том числе моего отца, который в свое время монтировал эту фабрику в далеких 60-х, в начале 70-х. Ну и потом дальше они уже с мамочкой работали. И в этом союзе родились двое детей. У Ольги Валерьевны есть брат Сергей, который пошел по стопам отца и деда, выпускник Алданского политехникума. У него своя семья, двое детей. Как вспоминает сейчас моя героиня, в детстве она была гиперактивным ребенком. Даже смотря на эту фотографию, всплывают воспоминания. Чтобы сделать этот снимок, родителям пришлось изрядно попотеть, чтобы усмирить непоседу. Я не была верной ребенком, который был спокоен. Если я не садилась на бабушкины спицы, то я засовывала себе в нос бусину. В результате этого до сих пор, когда я приезжаю, например, в детское отделение от Нижней Куранарской больницы, значит, на меня педиатр смотрит с содроганиями, потому что она сразу вспоминает, сколько хлопот ей доставляла эта девочка. А, до сих пор работает. Да, она до сих пор работает, замечательная женщина. Поэтому, конечно же, это... Давайте расскажите о своем детстве. Вы, ну, дитя любви, да, более гиперактивным ребенком. Да, я еще была гиперактивным ребенком. И я, в общем-то, благодарна своим родителям за то, что, в общем-то, они дали мне возможность... Гиперактивные же, да? Да. За то, что, в общем-то, была такая возможность всегда с ними находиться рядом. Независимо от тех условий, в которых в то время жили, тем не менее, они постоянно были рядом. Я не счела, что рядом нет родителей. Только вот сейчас я начала понимать, да, что со временем, что ровно по действующему законодательству, которое многие считают на этот период достаточно прогрессивным, там, советским, защищенным, да, значит, вообще мамочки должны были выходить из декретного отпуска через полтора месяца. Полтора месяца? Да. И вот полуторамесячные дети, значит, да, мы есть те дети в Куранахе, которые непосредственно, да, передавали сразу бабушкам. Ну, а вот кто-то сдавался в ясли, ну, а для моего воспитания всегда приглашалась вот моя бабушка. Бабушка, да. Да, из Заморской области, которую я очень сильно любила, потому что всегда с ней было какое-то вот связано, какой-то оплот и такая вот основа. А вот о своих бабушках Ольга Валерьевна может говорить часами. Каждая дала ей бесценные знания. Усидчивость и терпимость через шитьё, вышивание обучила Анастасия Николаевна. Она же и привила любовь к бане. Да, 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 и с тех пор, видимо, я так и люблю баню, и, в общем-то, такое вот отношение. И когда через много лет отец в Куранахе построил баню, я была просто счастлива. Я понимала, что у него вот сработало его вот это вот, по сути дела, практически деревенское нутро. И мы начали нашу маму как-то привычать к бане, потому что для неё это было очень так сложно. Она такая интеллигентная, белокожая женщина из дворянской семьи, да. Ну, с чётким пониманием, так сказать. Вероятно, красивая мама из Ленска, да? Да, вот как раз в ней собралась, наверное, вот красота и моей бабушки, и вот остать деда. Понятно. А вот. Это вы вместе? Да, это мы вместе. Это вам уже... Всё, мы закончили школу. Мы закончили школу. Тут сразу дай-ка обращать внимание на забор. Всё очень просто. В 1986 году было принято решение одной из старательских артелей в порядке, как сейчас принято говорить, частного партнёрства построить вторую школу, потому что количество детей на конец 80-х годов в Куранахе увеличилось, и школа, которую мы закончили, не справлялась уже с тем объёмом. И за два года вот как раз на наш выпуск была построена школа, сдана. И сегодня это представляет собой такой учебный комплекс на настоящий момент. Я там достаточно часто бываю. И, в общем-то, одна из них представляет учебный комплекс в виде школы, вторая – гимназия. И, тем не менее, они существуют на одной территории, два учебных заведения, и я очень довольна. Очень многие покидают родительское к детству и забывают родную землю. А вы из тех людей, которые постоянно обращаются, приезжают, вы говорите, встречаетесь даже со своими врачами, которые вас спасали в детстве, да? Посещаете школы. Ну, пусть это даже по работе, но, тем не менее, вот какая-то... Наверное, да. Наверное, вот такое желание, оно больше, да, стало как-то ещё больше проявляться тогда, когда ушли из жизни родители, они ушли достаточно рано. И поэтому для меня вот как-то тогда, я посчитала, нужно всё-таки себя в этом воплотить. Может быть, это и влияло на то, что я согласилась с этим депутатом от того места, где я родилась и выросла, да? Ну, и кроме того, наверное, все вот эти вот небольшие посёлки, да, в которых жили люди по принципу, приехали, по сути дела, на комсомольскую стройку, да, они очень сильно связывали. Мы ведь родились в Куранахе все, да, и сегодня мало наших, в общем-то, наша дружба, наши отношения, они все складывались оттуда, да. И вот если говорить, например, о моих дружеских отношениях, да, то о моей дружбе, например, с моей одноклассницей, вот в этом году исполнилось мне уже практически 40 лет. Я очень люблю эти фотографии, да, это фотографии первого класса. Ну, вот, соответственно, я... Да, это в Куранахе, да. Да, это в Куранахе, вот как раз получается. Вот здесь мы стоим лицом к тому месту, которое... И впереди громадная лестница школьная, да. Я так подозреваю, что нам уже сказали, что пора бежать, да, что сейчас вас поведут. И куда-то. Мы же не знаем, куда в это же здание заходить было нельзя, потому что это же школа, туда же ходят старшие дети посёлка, да. Мы же ещё малыши, мы не доросли. И поэтому такой вот у нас у обеих, так сказать, у двух блондинок, ну, ты же с таким характерным французским спуском. Да, значит, я тут практически, значит, от Иры отличаюсь только тем, что у меня тут стоечка-воротничочек, у неё немножко другой воротник, да, ну, практически одинаковые букеты. С нашим первым другом Андрюшей Весуала, потому что... Уже рядом стояли. Да, мы все, наши бабушки все втроём дружили, видимо, нас так и поставили. И перед нами стояла задача добежать до первой парты и сесть на неё. Да, и потому что всё, отличники воспитываются только на первой парте. Вот каждый раз мы уже вырастали. Ну, здесь я подозреваю, что мы просто что-то не поделили, поэтому мы не стоим вместе. Обычно всегда вместе. Да, обычно всегда вместе. Да, что стало с этими двумя блондинками через 40 лет. Вы невероятные красавицы. Ну, и мы стараемся. Да, вот. Безусловно, стараемся. Фотография с историей, здорово. Поэтому, наверное, практически вот все фотографии у нас, какую-то определённую историю. А вот за что вы её любите? За что вы её цените? А знаешь, Аня, дело в том, что когда особенно вот уже приходишь во власть, приходишь в политику, да, ценишь за то, что тебя оценивают просто как человека. Да, то есть потому что она не видит во мне, не видит спикера, не народного депутата, да, она просто во мне видит человека. Это же очень сильно мешает, и, соответственно, как бы по жизни очень сложно из-за этого строить многие взаимоотношения, да. Вот, казалось бы, здесь в Якутске тоже должна была сложиться какая-то определённая дружба, да. Но она сложилась женщиной, которая старше меня. И мне иногда кажется, я иногда путаюсь, да, когда я к ней обращаюсь. Либо я к ней обращаюсь как к старшей сестре, даже больше, да, потому что мамой я её назвать не могу. Либо как к подруге, да. Ну, я всегда иду к человеку, по-моему, Надежда Ягорна Кононова, да, значит, и вот с ней мы можем там обсуждать какие-то вопросы, просить какого-то совета. И поэтому вот какие-то вот такие вот отношения, и она тоже вот относится ко мне, потому что я есть. Дружеские отношения остались и с однокурсниками. Ольга Валерьевна не скрывает, что пыталась целых два раза поступить на юридический. Повезло только с третьего раза. Но, видимо, её величество случаев уже дал момент, чтобы она попала именно на этот курс. Быть в числе первых первоклассных юристов, которые сейчас работают во благо республики. Да, я поступала в начале в Иркутский госинвестиент, но действительно, да, вот если так задать вопрос, хотела бы ли я быть юристом изначально, да. Ну, я говорила, что мудрость моей мамы, исходящая из её семьи в том числе, да, она всегда, в общем-то, меня так же, вот так же, как, наверное, Надежда Горноконна, она никогда не давила, да, просто давала какие-то определённые советы. Когда я стала говорить о том, что вот мне нравится профессия такая, как юрист, она начала говорить о том, что ты должна чётко понимать, что он не бывает хороших юристов. Для этого ты перестанешь быть человеком, ты не сможешь быть для всех хорошим. То есть оказаться рефери, люди не любят справедливость, по сути, они её не признают, потому что своё значительно ближе. Да, каждый прав по-своему. Каждый прав по-своему, да. И поэтому я понимала, что особой-то поддержки я не получу от неё, если я пойду на юрфак. И поэтому я, в общем-то, использовав папу, в общем-то, использовав папиное незнание некоторых нюансов, связанных с поступлением, дважды неудачно поступала в Иркутский госуниверситет на юридический факультет. А второй раз мне не хватило одного балла для того, чтобы поступить. Ну, тем не менее, как бы, папа, понимая ситуацию, в которой я нахожусь, в общем, помог мне, я не скрываю этого, да, помог мне устроиться на работу в Алданский районный народный суд, где я вообще получила свой первый опыт столкновения вообще, вот с той самой справедливостью, о которой говорила мама. Ну, вот, наверное, вот такой вот я появилась. Здесь, в Иркутске. Какая модная по тем временам. Ну, что делать? Как раз-таки, в 88-й год. Да, в 88-й год, челка, да. Большой бант. Большой бант. Бант с горошек. Да, шикарный стиль, пиджак с большими плечиками, мне кажется. А юбка, юбка-балон с такими вот черными, вот с такими большими горохами. Поэтому, видимо, сверху был горох. И села Куранавка, город Якутск. Да, и села Куранавка, город Якутск. Такая, практически, девушка из промышленного района, да. Корпоративно мы, конечно же, всегда держимся, вот часто встречаемся. Вот такая фотография. Ну, когда Алексей Прокопич Дичковский был. Вы однокурсники? Да, мы оказались однокурсниками. Когда он был назначен заместителем председателя правительства, именно по социальным вопросам, мы с ним долго разговаривали на эту тему, да. Потому что из одной группы оказаться два зампреда, юристы по образованию, не владеющие в социальной сфере высших органов государственной власти республики, это для нас была большая ответственность. Поэтому и на настоящий момент друг другу помогаем. И когда-то ругаемся, когда-то разговариваем на «ты», как однокурсники, да, как бы нас многие понимают. Вот, ну, а когда-то, конечно же, спорим по принципиальным моментам. Да, мы всегда находим общий язык, это нам помогает. Но это говорит о многом, что из одного курса, два зампреда, это говорит о базе, о хорошей базе. Конечно, госуниверситет. Ну, что вы, нам преподавали великолепные преподаватели, такие как Дмитрий Николаевич Миронов, да, ну и вообще дипломница Миронова, выпускница Миронова. И, конечно же, тогда, когда он был председателем конституционного суда, для меня это было вот что-то такое базовое, да, что-то такое достаточно родное. Я могла приходить, и Дмитрий Николаевич выдавал там вот такие перлы, да. Вот посмотри, по германскому законодательству собственность обязывает. Я говорю, так, что значит собственность обязывает, может быть, что-то неправильно перенесли. Потом я уже начинала тоже понимать, да, что сегодня мы про Россию провозглашенное право частной собственности, да, да, это очень дало возможность, да, это очень многое, многим людям дало возможность, да, непосредственно быть достаточно богатым. А что где-то богатство несет, да, какие обязательства? Либо же это выполнение каких-то социальных, да, программ для людей, либо же это использование собственности таким образом, чтобы не создавать вот этот социальный накап, да, чтобы не было настолько, да, не значит все раздавать, да, но быть скромным в каких-то позициях, желаниях, в том числе в своей собственности. Собственность обязывает платить налоги как таковые, да. И то есть вот эти вот позиции иногда думаешь, как Миронов вообще, как у него мозги повернуты, да. Громе того, безусловно, как бы базовку юридического факультета составлял профессор Михаил Михайлович Федоров. И не без помощи, а на черте политиков того периода был создан этот юридический факультет, которому мы благодарны. Казалось бы, мы учились где-то на краю географии, да, первая группа студентов-юристов. Но Миронов и Федоров сделали таким образом, что читали нам лекции лучшие педагоги. Да, наша база вначале отличалась, и когда приезжали свердловчане, они приезжали после теоретической базы Сергея Сергеевича Алексеева, потому что он сам у них читал лекции, после теоретической базы Крашенинникова. Но вот это вот наше желание, да, быть в республике лучшими и доказать, что юридическое образование должно быть, и оно состоялось, это и наш сегодняшний итог всех. И судьи Верховного суда Галины Александровны Федоровой, и сотрудников прокуратуры, значит, Юрия Тихонова, и, соответственно, за базовкой медицинской общественности сегодня стоит очень жесткая Ольга Степановна Татаринова, Светлана Алексеева, да, как бы я знаю, что сегодня специалистов в области жилищного права лучше, чем Светлана Емельяновна Иванова, вы вообще не найдете. Ольга Валерьевна, я вижу тут очень тоже интересную фотографию, где и Евгения Исаевна, и Валентина Кириллина, и Надежда, ну, там кусочек Галины Накентьевны, Данечка, я так подозреваю. Вообще, вот я говорила о том, что Екатерина Семеновна Васильева, будучи зампредом правительства, да, вот, кстати, одна из с ней поездка из города Москва, да, Екатерина Семеновна Васильева, она, в общем-то, играла, так и имела такую объединяющую роль именно относительно женщин. Женщин, которые находятся у власти, и женщин-министров и заместителей министров, они вот по инициативе Галины Васильевой и Екатерины Васильевой, они непосредственно этих женщин объединяли. Это была своего рода кнопка интересов «Она», он назывался «Она», и, соответственно, значит, регулярно мы встречались и обсуждали какие-то вопросы. Безусловно, да, какое-то определенное, лично мне это дало вообще знакомство с этими женщинами, более тесное и близкое, да, и, безусловно, возможность, в общем-то, себя реализовывать, показывать и точно так же непосредственно помогать ей. Значит, женщины в политике все-таки опираются вот, да, какие-то пределы... А женское плечо тоже. А женское плечо, оказывается, опираться тоже необходимо, потому что, в общем-то, ну, без этого невозможно, да, только хотя бы, потому что понимание женщины в политике, и вот то, сложно ей, ну, вот часто же задают тебя, да, вот этот вот вопрос, женщины в политике сложны или нет, да, может понять только женщина. Поэтому, но здесь, почему? Потому что природа изначально разделила мужчин и женщин, да, и у каждого из них разное отношение, да, в том числе к занятию должности как такового. Если занятие должности большое, у женщины есть, например, сильная такая сторона, как ее слабость, правильно? Женщина есть. Сила женщины слабости. Слабость. Тогда, когда женщина занимает место в политике, она эту часть свою, вот эту слабость, да, как таковую, она ее принижает. Она не имеет права в ней там проявлять. А для мужчины происходит другая ситуация. Он силен изначально, да, как таковое. По природе. По природе он более сильно считается, да, когда, хотя, как, когда непосредственно, если физически женщина может укладывать шпалу, почему обязательно это должен делать мужчина, да? То есть она может, женщина это физически тоже может вынести, да? Вот мужчина, как бы, да, он по природе более сильный. И тогда, когда он приходит во власть, он еще более усиляется, потому что власть дает ему возможность еще быть более сильным. Поэтому, безусловно, да, какой-то определенный вот этот вот дисбаланс, он имеет место быть. Его не может не быть. Но мы не виноваты, это природа. Потому что разные есть мотивации прихода, да? У женщины в политике появляется совершенно другая, вот так сказать, да, функция, да? Может быть, где-то просто помогать, например, да? Вот таким вот образом, да, как обычно этот... Но, тем не менее, я бы хотела обратить внимание, да, на то, что, например, если брать якутскую политику, да, то приход вот женщин в якутскую политику, он особенно характер... Ей имеет свои тоже особенности. Например, все понимают прекрасно, так, есть гендерный принцип, значит, женщина должна быть. И это понимают и мужчины, Аня. Женщина должна быть. Есть национальный принцип, женщина-славянка должна быть. Ага, руководство должна быть, женщина-славянка. Из того, кто есть, вот это вот сегодня, значит, могла бы там быть. Есть такое понимание. И такое же отношение, как к орнаменту, оно тоже идет, да? И есть женщины в политике, которые остаются на уровне этого орнамента, да? А есть, которые идут дальше. Когда начинаешь себя проявлять, да, и выступать еще и в роли помощника мужчины в политике, да, они после того, как вот эту стадию на другую ты переходишь, да, сам по себе, мужчина у тебя начинает смотреть, о, она еще и говорит ему. Ничего себе, да? Но изначально все равно мужчина как-то серьезно с женщиной не воспринимает. Не воспринимает, конечно, нет, да? Вот, то есть мы-то тут конкуренты, вот тут все альфа-самцы, просто по-другому никак нельзя, да? Значит, так она и говорить умеет. И тут женщина, которая доказывает свою право от права. Да, все, значит, хорошо посмотрели, она еще говорит ему, ну ладно, пусть поговорит, да? Мы все равно свое решение примем по-своему, да? Опять же, кто-то женщина остается на этом уровне, да, как бы там является там хорошим помощником и так далее. Вот, но самое плохое начинается отверждение. Ну, похоже, сложная, она тяжелая тогда, когда, подождите, так эта женщина что, вправо от нами собралась, что ли? А вот тут появляется вообще нормальное детское ощущение мужчины, потому что мы все, мы же все родом из детства, да, наверное, поэтому я вот с таким желанием о детстве и говорю, мы все родом из детства, из песочницы, да? Что делают маленькие мальчики, когда играют в песке, да? Они, во-первых, как бы, ну, друг друга там машинки, машинками, да, значит, там показывают, какая машинка там ездит, да? Захват территории. Захват территории определенный, да? Что обычно в детских группах, в детском саде происходит, да? Девочку дергают за косичку, правильно? Они бегут и дергают за косичку. Опять та же самая пресловутая косичка, да? Может, поэтому я не ношу длинные волосы? И вот тут, как только появляется, ого, так она еще и пытается доминировать и управлять, отдай-ка я ей дерну за косичку. Понимаешь? И вот тут самое парадоксальное, что мужчины не понимают того, что, к сожалению, женщины вырастают из песочниц, потому что они еще выполняют впоследствии роль мам. И они однажды потом еще живут в этих песочницах вместе со своими детьми. И если кого-то вы там дернете за косичку, ну, не дернете за косичку, а какую-то такую вот эту вещь относительно мужчины, то мужчина просто развернется и, так сказать, даст издачу. Женщина, поверь тебе, она же так не сделает. Она не заплачет политике, ни в коем случае, да? Она соберется с мыслями. Ну, а плюха будет потом такая, что мужчина просто этого уже делать не будет. И, соответственно, есть вот кто-то на этой стадии, да? Это же колоссальный прессинг. Я даже вижу фотографию, где была одна среди мужчин. По-моему, командировка, да? Да, это командировка. Командировка в составе центрального... Шури Степана Шенкоприянова, да? Это была командировка в Иркутск. Значит, собирались от Центральной избирательной комиссии России и проводился один из семинаров. Да, действительно, там все мужчины. Ну, каково вот постоянно 24 часа, практически на 12 часов рабочего времени находиться среди мужчин? Нет, безусловно, тяжело, потому что доминанты происходят, да, определенные, да? С собой нужно будет дальше сохранять себя. Хорошо, вы, законодательство, пишите очень много законов, предложений, но некоторые остаются на бумаге, да? Да. Над каким законом вы работали долго, много и которые внедрили жизнь, которые вспоминаете? Я буду всегда вспоминать, прежде всего, закон о земском докторе, да? Само по себе. Я не могу его не вспоминать. Вы о нем говорили много. Я буду вспоминать и законодательство, которое, в общем-то, дает нам возможность сохранить малокомплектные больницы, да? Почему? Потому что, ну, я же каждый раз приезжаю в свой округ, да? И те чаяния, которые нужны, они сегодня нужны действительно старикам Ленинском и в Лебединном нужны врачи, да? Для этого их нужно было туда привлечь, и поэтому, соответственно, все, что касалось земского доктора, да, он должен был состояться и получить развитие на территории республики, да? Безусловно, я не боюсь принимать и вообще подписываться под скандальными, законодательными инициативами, которые не, так сказать, не получают сразу позитивные оценки общества. Почему? Ну, потому что я прекрасно понимаю, что они сработают наперед. Я действительно не боюсь подписываться под законопроектами, которые сегодня непосредственно имеют огромный общественный резонанс, да? Потому что я считаю, что действительно водка и молоко должны продаваться разделе. И сегодня, какие бы это ни возникли убытки, какие бы последствия ни были, да, как таковы, но то, что это даст в последующем свой результат, как дал результат политика здорового газа жизни, которую когда-то провозгласил Николай Федорович Николаевич, это даст результат, который очень хорошо работает. И если бы у маленьких деток тогда этого не было, да, то, естественно, это бы никогда не произошло. Очень многие, да, вот говорят, что там вот выступает определенным там тараном, есть интернет-издания, которые меня там бульдозером называют, да, в продвижении тех или иных законопроектов, да, потому что я не боюсь его, не боюсь их подписывать и не боюсь нести за них ответственность. Значит, вы все делаете впрок? Да, я понимаю прекрасно, что это будет завтра. Я, возможно, как бы не вижу то, что проект может дать сегодня, да, но то, что это будет завтра, я четко понимаю. Вы берете работу на дом? Я не могу сказать, что я беру работу на дом, да, но на дома я могу продумывать, читать, да, там, записывать какие-то мысли, потому что мне нравятся законы писать самой. Это, получается, творческая работа? Это творческая работа, да, потому что вот я прям, иногда прям руки дрожат, вот как норму правильно изложить, да, и я за каждый свой законопроект я очень сильно переживаю. Я его переживаю даже тогда, когда он простое приведение, в соответствии с федеральным законодательством, да, и я понимаю, что, например, законопроект, по которому вот папочки получили право, например, быть, ну, брать тоже больничные листы, да, вот вроде бы простое приведение в соответствии с федеральным законодательством, а вот как оно должно было быть приложено у республики, да, почему? Это же интересно, это всегда творчески. Мне очень нравится то, что я делаю. А как вы отдыхаете? Я отдыхаю в основном тогда, когда я, безусловно, уезжаю в округ, сейчас стало там действительно тяжелее отдыхать, да, потому что подходят избиратели, спрашивают, да, я уже как-то так начинаю ограничивать себя в некоторых моментах. Ну, конечно же, я уезжаю, путешествую, вот, в том числе мне нравится путешествовать, ну, все, у нас все перемешают. У вас есть отпуск? Ну, конечно, у меня есть отпуск, я люблю собирать грибы, особенно с мамой, значит, старалась всегда проводить, безусловно, как в воспитании своего ребенка, у меня дочь великолепная, да, потому что, ну, невозможно, да, вот видите, даже здесь я за ней бегу, только потому что я до сих пор за ней бегаю, иногда хочется ее скотчем привязать, да, потому что я, как и любая маночка, да, прям испытываю, да, такое ощущение быть мамой, да. Конечно же, я переживаю за все ее успехи, в том числе и неудачи, в любом случае, она для меня колоссальная отдушина, да. Да, я умею кататься на велосипеде, умею кататься на лыжах, да, как бы могу там сэкспериментировать, встать на скейт, хотя понимаешь, что это да, уже все, да, вот, ну, так вот, все как-то так, к спорту приходишь тогда, когда тяжело, да, когда нужно, вот, нужно разгрузиться, тогда я, естественно, даю именно физическую нагрузку, да, и были ситуации, когда было даже после сложных пленарных заседаний, да, я до сих пор не понимаю, как я пыталась сдать ГТО, и вообще что-то там сдала. Сдали? Ну, я не все сдала, в полном объеме, мне кажется, сдала, но до сих пор не понимаю, как. Здорово. Да, ну и, конечно же, как бы, наверное, уже больше, наверное, трех лет, каждое утро я делаю одно и то же упражнение, это планка, больше меня ни на что не хватает. Отличное упражнение, которое помогает полностью, держать организм в тонусе. Да это безусловно, и вот до сих пор, да, сколько минут стоите? Я одну стою, я одна для меня, это подвиг. Они всегда все говорят, нужно увеличивать, да, это как, я не могу вообще, вот, подвиг. Некоторые женщины находят отдушину, вот, кто в спорте, да, кто на кухне. Вы готовите? Если меня врежать к стенке, я приготовлю. И мое самое любимое, конечно, блюдо, это борщ. Я люблю борщ, так, наверное. По всем правилам? По всем правилам. Для того, чтобы вот морковочка там ни в коем случае не была больше там, не так вот, не так был порезан лучок, чтобы был не такой привкус у морковки. Я очень люблю борщ готовить, и его готовлю с большим удовольствием. С огромным удовольствием иду на рынок, выбираю специальное мясо. Жутко раздражает борщ, если кто-то приготовил, а оно не из этого самого, не из того мяса. Все, это для меня не борщ. А в заведениях пробуете морщи? Ну, я в заведениях пробую морщи, безусловно, но стараюсь все-таки в заведениях есть более такую действительно, еще такую экзотичную. То, что сама не готовить? То, что готовить не могу. По-разному. Золотое правило, в принципе, посещение всех ресторанов, да, брать то, что сама не можешь готовить и не можешь. И не можешь. Вот я смотрю на фотографии, да и хочу поговорить о женском, вы тут совершенно разных образах, меняете прическу, красный костюм, пиджак цветочками, какой-то ковбойский стиль. И читала... Ну, стиль кэжуал, да. Кэжуал, да. Очень интересная рубашка. Вообще, кто работает над вашим силем? Как вы подбираете одежду? Ну, наверное, как бы... Все-таки, да. Здесь в большей степени я смотрю на то, как оценивают женщины и мужчины. И отвечаю в большей степени их потребностям. Мужчины любят цвет и красоту. Да, цвет и красоту. Поэтому я стараюсь это, безусловно, обеспечить. Про первую стадию, про орнаментальную функцию я стараюсь не забывать, да. Вот я понимаю, что, значит, есть и такие вот фотографии, да. Ну, подыскиваю, в общем-то, свой определённый. Ярком, жёлтым, лимонным, да. Да, ярком, жёлтым, лимонным, да. Здесь шикарное зелёное платье. Стараюсь как-то так. Всё-таки, ну, наверное, Юрий Степанович могла бы, соответственно, только вот в этом образе, например, да, на одном из эсэхов. Ну, это, мне кажется, и отношение к жизни, да, если человек в цвете, то и жизнь увидеть таких красок. Ну, к цвету шла долго. Да, к цвету шла долго. Если брать фотографии, то в основном это будет там однотон, либо красный, либо чёрный. Но вот сейчас почему-то позволила, видимо, пришла к такому, да, пониманию, что можно позволить себе цвет. Вы умеете переключаться? По-разному. Иногда я могу ходить, вот, как хорошую песню, продумывать что-то очень достаточно долго. И могу уже прийти домой, дальше гонять ситуацию, да, складывать её, потом там кому-то прозвонить, с кем-то посоветоваться, да. Иногда даже не смотрю на время, но всё равно стараюсь себя непосредственно держать в рамках таких, чтобы не нарушать границы других людей. Это очень важно. Вы реалист или мечтатель? Мечтатель, конечно же, мечтатель. Я, боже мой, конечно, я мечтаю о многих вещах, да, начиная с того, что я когда-нибудь прокачусь на горных лыжах, наверное, уже как мечта, да. И, конечно же, я мечтаю о том, как я вижу себя в будущем, да, ставлю какие-то цели. Ну, соответственно, к нему иду. Спасибо большое, Ольга Валерьевна, за беседу, за столь интересную беседу, столько открытий за это время. Я узнала о вас, и, надеюсь, наши телезрители тоже очень много знали. Я желаю вам, чтобы все ваши цели были достигнуты, все мечты были притворены в жизни и осуществились. Спасибо за все. Спасибо большое, Анечка, вам. И, конечно же, теплые пожелания телезрителям национальной вещательной компании «Саха», которая достойно несет такое прекрасное имя, как национальная компания, компания нашей любимой и дорогой республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова